в той пвп ладок стимулируют донатить обмечали нет в стиму и открою для тебя секрет в геншине геншине стимул доната гораздо больше чем в тофе хочешь могу пояснить почему так вот суть короче в стимуле доната проблема заключается в том что проблема заключается в том что вот кто там написал что вот в тофе донат стимулирует пвп например и ладдер ну хорошо вот представим что я чел представим что я чел и нет вообще сюжета в геншине даже через 10 лет не будет скрин представим что я чел зашел поиграть в тоф и у меня есть какие-то деньги я такой смотрю о по здесь есть пвп ладдер какие-то оружки и можно даже задонатить вау интересно и вот я такой закинул немножечко денег ну например давайте будем считать просто в баксов допустим закинул баксов 200 до ну например просто закидываю 200 баксов в роли там какую-то оружку в тофе такой ебать я сейчас буду там разносить значит бегу в этот папа ладдер кого-то убиваю кого-то у кого-то сосу короче неважно открываю такой этот ладдер и я там ну допустим например условно на 500 месте спасибо большое за донат хорошо ладно опустим пвп хорошо я захожу в ладдер какой-нибудь бездне да там в пвп в этой в тофе в бездне не смотрю что я на пятисотом месте и такой блять человек какая-то херня почему я пятисотом месте надо задать эти счет иначе еще 200 баксов иду дальше в бездну чё там нагибаю открываю ладдер блять а я на 499 месте такую думаю жесть и начинаю прикидывать такой сколько мне надо задонатить чтобы быть там в ладдере на первом месте и оказывается что нужно задонатить там миллионы долларов например я такой блин у меня нет столько денег и дальше встает вопрос устраивает ли тебя как человека который периодически донатит нахождение в ладдере на 500 месте или нет если устраивает отлично что будет дальше а вдруг кто-то еще тебя передонатит и ты будешь бороться за топ 500 или если не устраивает тогда ты должен донатить больше чтобы быть еще круче потому что ну потому что все потому что иначе ты ладдер никак не поборешь правильно согласитесь и тогда в чем помп донатить если ты знаешь что со своими возможностями денег ты все равно не надо на тишь на топ 1 у деваса нет столько денег ново на ты можешь падать квартиру может войн travel у тебя просто нету столько денег и поэтому тебя мотивация донатить снижается если ты не имеешь сейчас моим словам просто смотришь сколько табе заработал в китае и сравниваешь это с гиншином там просто копейки по сравнению с гиншином поэтому у люди у людей нет стимула донатить в тоф почему а теперь мы смотрим на другой вопрос почему у людей есть стимул датить в геншин как ты думаешь вот смотри представим что ты пришел и начал играть в геншин такой или о open world можно бегать какие-то там головоломочки бла у меня все классно получается такой можно донатить его ну там она какой-то красивенький перс банами ну она скинул соточку баксов кидаешь короче соточку баксов такой и ничего не меняется так то да то есть ты кидаешь по соточку баксов вот и доходишь до бездны а все кругом же говорят что бездна в геншине это просто ух вау мега контент late game короче не закрываешь без ну ты лох и чмо и так далее и чего такой в бездна хорошо вот и он заходит в бездну и собирает 36 звезд и все и он супер доволен чел супер доволен просто и думает бля как классно здорово вау я молодец и вот он так играет играет геншин дальше играет геншин потом и рано или поздно как случается бездна и он и не проходит на 36 звезд просто не проходит и он такой бля начинает осмотреть гайды какие-то еще там чё-то но у него все равно не получается просто короче просто не получается не может никак собрать и 6 звезд и он такой блять открывает баннеры а там короче там казуха например или райден и он такой ёбаный рот а круток нет и кидает короче в игру 200 баксов например или 300 неважно роли значит всех этих персов роли ты марушки короче и такой счастливый забегает в бездну а естественно мы же знаем в геншине бездна всегда подстраивается под баннеры персов да то есть мы все прекрасно это знаем там вот дендроперсы релизнулись значит дендро бездна да о как всегда короче да там вот это все конечно чел вкидывает 300 баксов пробегает свою бездну счастливый 36 36 звезд есть все прекрасно и замечательно просто супер и все и так до следующей бездны понимаете а кто-то проходит фри-ту-плей каждый раз бездну дрочится и он точно такой же счастливый потому что у него там эффективные пачки и вот это все и чел мега счастлив потому что у него 36 звезд бездне понимаете а кто-то вкинул там тысячу баксов например и он что что он делает правильно он со своей 1000 баксов c6 персов проходит бездну а кто-то кидает как хакс вообще миллионы рублей и что происходит с ним правильно он точно так же как и все c6 r5 своими рушками проходит бездну понимаете и поэтому счастлив любой человек тот кто в донатил 100 долларов 200 долларов 5000 10 тысяч миллион долларов все эти люди одинаково счастливы потому что они все проходят бездну на 36 звезд даже фри-ту-плей и поэтому это стимулирует каждого такого человека продолжать донатить если у него случается какой-то затык в отличие от тофа потому что в тофе ты берешь смотришь на ладдер еще раз говорю и понимаешь что блять чтобы стать самым крутым тебе нужно ебать сколько занонатить в геншине чтобы стать самым крутым тебе всего лишь нужно пройти бездну на 36 звезд потому что это самый сложный контент в игре и все да ты можешь участвовать каких-то там срачах вот эти эффективность персов и как кому какая блять разница большинство людей играющих геншин не участвуют в этих срачах они просто донатят и все и каждый раз когда у них случается какая-то проблема или у них случается вайфу фактор они просто берут донатят геншин и они счастливы поэтому в геншине гораздо больше мотивации донатить чем любой pay to win игре мморпг там и так далее вот и все где ты можешь спокойно донатить вообще на персонажей может даже не заходить в игру иногда он опять же как вон василий сидит например и донатит при этом не заходит в игру он блять просто видит перс и говорит бля я хочу этого перса c6 и все вот и все в этом именно поэтому геншин зарабатывает столько денег потому что здесь очень легко почувствовать собственное превосходство она стоит иногда 50 баксов иногда 100 иногда она бесплатно иногда 5 тысяч баксов иногда 3000 баксов иногда 100 тысяч баксов но не важно оно стоит какие-то деньги которые каждый решает для себя сам сколько потратить на геншин и именно столько стоит его удовольствие и ему заебись этому человеку вне зависимости от того сколько денег он потратил и поэтому геншин будет продолжать зарабатывать еще много-много лет много-много денег просто потому что здесь вот такая суть и именно исходя из всего того что я сказал именно поэтому здесь никогда не будет никаких соревновательных элементов не будет бесконечной бездны не будет никакой мы можно этой хуйни просто потому что все вот это вот то что вы там некоторые люди хотите чтобы было вот как в ммо в геншине гильда и вот это вот все остальное потому что это будет все разделять людей и таким образом будет появляться люди которые будут думать и блин мне нужно задонатить еще пять тысяч долларов чтобы стать вот круче по чтобы я был в лады ли на первом месте они на 50 но у меня нет этих денег мне грустно я не хочу так играть и все поэтому в геншине а китайцы это очевидно поняли и поэтому в геншин ничего такого не вводится вы поможете посмотреть даже сами ну про вайфу фактор я уже говорил да что вайфу фактор он тоже есть то же самое и по вайфу фактору точно так же люди просто берут ставят пачку из любимых вайфу точно так же проходят бездну закидывая например и деньгами на следующем бездне у тебя будет топовые хутао и гоню и казу топовые для кого для тебя ну да ты не будешь донатить на еще одного пира дд почти потому что зачем а кто-то будет я не знаю в чем проблема я вот на всех на донатил и что если у меня выборы между ими и гоню кого я выбрал ту на кого стоит лучше да тут роли всех пира персов а я сейчас например мне нравятся все криво персы я бы хотел вообще на всех вот что криво персы самые крутые дэнтас криво не работает да и наплевать кто-то не ходит в бездну и он тоже счастлив правильно у тебя есть пира дд ты хочешь дэхью потому что она классная вот именно это начинает срабатывать вайф фактор а потом ты такой блять я хочу дэхью закрывать бездну и такой как ты ее хочешь закрывать по скиллове или попроще первом случае ты ее закрываешь за это за команду в том случае за деньги в обоих случаях ты будешь счастлив вот и все все супер просто получатся